Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – главные и второстепенные однородные члены предложения «Знаки препинания в предложении с однородными членами». Сегодня мы с вами закрепим знания о правильном оформлении на письме предложения с однородными подлежащими, сказуемыми и второстепенными членами предложения. Мы уже знаем, что однородные члены предложения отвечают на один и тот же вопрос и относятся к одному и тому же слову. Давайте прочитаем предложение. «Летом расцвели ромашки, лютики, колокольчики». Теперь выделим грамматическую послову. Что ромашки, что лютики, что колокольчики. Это однородные подлежащие. Ромашки, лютики, колокольчики. Что сделали? Расцвели. Это сказуемые. Прочитаем следующее предложение. «Ветер кружился и разносил аромат цветов». Выделим грамматическую основу предложения. «Что ветер?» Это подлежащие. «Ветер что делал?» Кружился. «Что делал?» «Ветер кружился и разносил». «Ветер кружился и разносил». Это однородные сказуемые. Прочитаем последнее предложение. «Над озером, над лесом, над лугом прогремел гром». Выделим главные члены предложения и второстепенные. «Что гром?» «Это подлежащие». «Гром что сделал?» «Прогремел». «Это сказуемые». «Прогремел где?» «Над озером». «Прогремел где?» «Над лесом». «Прогремел где?» «Над лугом». «Это второстепенные однородные члены предложения». Ребята, мы с вами убедились, что однородными членами предложения могут быть подлежащие, сказуемые и второстепенные члены предложения. А теперь мы с вами повторим, как правильно на письме оформляются предложения с однородными членами. Между однородными членами предложения запятая ставится. Если между ними нет союза, если между ними есть союзы «а», «но», «да» в значении «но», если союзы «и», «или» повторятся. Запятая не ставится, если один раз употребляются союзы «и», «или», «да» в значении «и». А теперь давайте вспомним сказку «Канца Христиан Абдерсона. Дюймовочка». Читаем предложение. Дюймовочка и ласточка подружились. Кто дюймовочка? Кто ласточка? Дюймовочка. Это однородные подлежащие. Между ними союз «и». Запятая не ставится. Дюймовочка ела цветочный мед, пила росол. Кто дюймовочка? Дюймовочка что делала? Ела. Что делала? Пила и лар. Это однородные сказки. Между ними союза нет, значит ставится запятая. Дюймовочка увидела ласточку, но не испугалась, а обрадовалась. Кто дюймовочка? Дюймовочка что сделала? Увидела. Что сделала? Не испугалась. Что сделала? Обрадовалась. Это однородные сказки. Между ними союзы, но, а, запятая ставится. В саду завяли и розы, и лик. Что розы, что линии. Это однородное подлежащие. Союз «и» повторяется. Между однородными членами предложения, запятая ставится. Сегодня мы с вами рассмотрели тему. Главное и второстепенное однородные члены предложения. Знаки применения в предложениях с однородными членами. Желаю удачи!